Сегодня я буду рассказывать вам про огонь. Бумага. Туалетная бумага. И вот этот. Растительное масло. Я сжигаю эту печку. И эта печка сжигает топливо. И то, что мы сжигаем это топливо и топим, ну как бы, работаем для огня, это создает одно странное дело. На земле существует много разных религий и эти религии будут как бы уничтожены из-за того, что мы потребляем вот это топливо. Сжигаем дровесину, каменный уголь, сжигаем метан. И об этом написано в Слове Бога в Библии. И я прочту сейчас вам Еремию, глава 51, 58 стих. Так говорит Ягова воинство. Хотя стены Вавилона широки, они будут разрушены. И хотя его ворота высоки, их охватит огонь. Народы будут трудиться напрасно, и племена будут работать для огня. Они лишь изнурят себя. То есть здесь говорится о Вавилоне. А Вавилон это как бы символ всех мировых религий. Здесь говорится, что все религии, как бы они будут разрушены. И их охватит огонь. Теперь прочту Аввакум, вторая глава. Тринадцатый стих. Разве не от Яговы воинств то, что народы будут трудиться лишь для огня, и нации будут изнурять себя напрасно. Ведь земля будет наполнена знаниями о славе Яговы, как воды наполняют море. Так, здесь говорится, что все народы трудятся и изнуряют себя ради огня. И дальше говорится, что земля будет наполнена знаниями о славе Яговы. Сначала говорится изнурять себя напрасно. Это как бы вопрос. То есть, сейчас мы увидим, что весь мир как бы трудится ради огня. И как вы видите, я начинаю топить эту печку. То есть, я изнуряю себя ради огня. То есть, мой труд как бы напрасен, потому что земля будет наполнена знаниями о Ягове. И тогда мне не придется топить печку и трудиться ради огня. Потому что то, что мы трудимся ради огня, это все от Яговы. И это Бог сделал, чтобы разрушить все религии мира. И как все это понять, и как все это связано. Сейчас я коротко попробую об этом объяснить. Вот, допустим, у нас этот углеводород, да? Ну, один литр метана. Скажем, это литр метана. То есть, метан содержит в себе один атом углерода и четыре атома водорода. Если мы сжигаем один литр метана, то мы сжигаем ее двумя литрами молекулы кислорода. То есть, углерод, один атом углерода при горении сгорает с двумя атомами кислорода. А четыре водорода горят с двумя кислородами. То есть, из одной молекулы метана мы получаем две молекулы воды и одну молекулу углекислого газа. То есть, из одного литра метана мы получаем два литра воды и один литр углекислого газа. То есть, при горении одного литра метана мы получаем три литра газировки. То есть, когда мы сжигаем метан, то получается, мы сжигаем два литра кислорода. Один литр метана горит с двумя литрами кислорода. Если воздух содержит в себе 70% азота и 26% кислорода, то получается, при сжигании одного литра метана мы сжигаем примерно около 9-8 литров воздуха. Если еще уменьшить влажность, то это получается огромное количество. То есть, каждый раз, когда мы начинаем сжигать наш воздух, у нас кончается, воздух кончается и поэтому происходит наводнение, поэтому происходит землетрясение, обледенение, из-за падения атмосферного давления падают самолеты, происходит разного рода травмы. И взрываются вулканы. И все это будет происходить все сильнее и сильнее. Потому что кислород-то кончается, постоянно кончается, уменьшается. Наука говорит, что сколько углерода мы сжигаем, столько углерода мы как бы получаем. Но если даже так, что растение обратно возвращает этот кислород, то получается, при горении одного литра метана мы получаем один литр углекислого газа. То получается, мы сжигаем как бы один литр этого кислорода, но один литр кислорода как бы превращается в воду, то есть обратно не возвращается. То есть, если мы сжигаем метан, то если растения и возвращают нам кислород, то они возвращают только половину. Там, где этот углекислый газ, тот возвращает, а там, где вода, она не возвращает. На самом деле, даже не так, потому что наука как бы не знает этих вопросов, поэтому она так думает. На самом деле, углекислый газ не возвращается через действие растения, она возвращается как молнии и как карбонаты, то есть как почва. И из почвы как бы растения питаются, но все эти карбонаты, они как бы тратятся неэффективно. Некоторая часть падает в море, некоторая часть в пустыне, некоторая часть просто как бы не впитывается растениями. То есть, большинство кислорода как бы все равно не возвращается в атмосферу. И таким образом, постоянно все усугубляется, сколько мы сжигаем этого углеводородов, столько атмосфера и начинает убывать. На самом деле, кислород мы получаем из озона, ну, озонового слоя. Когда происходит северное сияние, это водороды тритий, испускает бетаэлектроны. При увеличении количества углекислого газа, углекислый газ заряжен положительными частицами, поэтому она бьет отрицательными частицами, ну, бетаэлектрон тритий, испускает только электроны отрицательные. И быстрые электроны разрушают озон, озоновый слой. Наверху атмосферы там как бы вакуум, ржатый воздух, поэтому электроны как бы хорошо спускаются с этого, с трития в озон и разрушают. Таким образом, сколько мы углеводородов сжигаем, столько мы углекислого газа получаем, столько кислорода обратно получаем, потому что углекислый газ создаёт из озона наш драгоценный кислород. Вот. И получается, мир вынужденно умирает. Ну, как бы, без кислорода жизнь не будет продолжаться. Даже техника не будет работать, древесина не будет гореть. Но мы-то будем дышать, а древесина не будет гореть. Мы будем дышать, а машины не будут ездить, самолёты не будут летать. Мы будем дышать, а небо-то почернеет, без озонового слоя небо станет чёрным. И если небо станет чёрным, растения все погибнут. Если растения погибнут, то погибнут животные. И получается, у человечества просто нет выхода. Нет выхода, и она ограничена, как бы, на погибель. Я думаю, что об этом многие учёные подозревают, понимают, но молчат, потому что у них нет, как бы, альтернативы. Ну, альтернативы создания озонового слоя. Вот. И поэтому, чтобы успокоить учёных и, как бы, мировое сообщество, я бы мог дать им знание о Ягове. Почему это важно? Потому что знание о Ягове спасёт, как бы, атмосферу. Чтобы понять это, давайте прочитаем тот же Аввакум. Аввакум 3 глава, 11 стих. Солнце и луна остановились в своём возвышенном жилище. Словно свет летали твои стрелы. Сверкала молния твоего копья. Дальше ещё в 12 стихе можно увидеть. С осуждением ты шествовал по земле и в гневе молотил народы. Ты выступил, чтобы спасти свой народ, спасти своего помазанника. Ты поразил главу в доме. Главу в доме нечестивого. Разрушенное всё до основания, до крыши. Здесь говорится, словно свет летали твои стрелы. Сверкала молния твоего копья. Здесь сверкала молния, молния как копьё, и словно свет летали стрелы. Стрелы – это растительные иглы. Растительные иглы, животные иглы. Эти иглы и энергии молнии создают на изоляторе молнии. На изоляторе молнии создают свечение растений. Это свечение растений создаёт как бы быстрый рост растения. Быстрый рост растения и создание атмосферы. И получается, что это знание как бы спасёт мировое сообщество от гибели. Такое место, генератор озона, есть на земле. Это как бы ледяные вот эти шапки. Вот, допустим, Якутия. Она стоит над каменным углём. Только над этим каменным углём стоит лёд примерно толщиной 200 метров, что не даёт как бы молнии изолироваться. Ну, допустим, вот есть Ямал. Там тоже есть каменный уголь, который может изолировать энергию молнии. Так. То есть, в любом случае, то, что мы из-за огня как бы губим нашу планету и создаём глобальное потепление, и начинается как бы из-за этого изменение климата, и как бы вечная мерзлота Якутии тает. Если будет таять как бы вечная мерзлота Якутии, и каменный уголь появится на поверхности, то она начнёт как бы изолировать энергию молнию и создавать от растительных стрел и энергией молнии создавать как бы свечение растений, и создаст этот озоновый слой. При этом ещё замыкаются древесные угли, создаётся водород. Водород питает как бы растения, и создаётся бикарбонат. Это H2CO3. То есть, получается, растение питается и растёт быстро за счёт того, что есть питательные вещества, растёт быстро, создаёт кислород. То есть, кислород создаётся, и ещё от кислорода создаётся озон. И озон как бы начинает из солнечного ультрафиолета создавать этот видимый спектр. Тогда растения опять начнут растут, и земля как бы начнёт восстанавливаться. И это восстановление создаёт как бы в нашем мире идеальные условия. Ну, то есть, при увеличении атмосферы, как бы, увеличение атмосферы создаёт идеальные условия. То есть, мы уже не будем топить эти печки, сжигать метан. То есть, при замыкании древесных углей получается много водорода. И водород как бы создаёт нам это электричество, топливо. И, короче, земля постепенно будет превращаться в рай. Ну, рай – это где место наслаждения, где человек не будет трудиться, не будет спасаться от холода. Человек может, ну, как бы, жить и без дома. То есть, он будет питаться всеми окружающими растениями. Потому что при том обильном количестве этого водорода, растения могут давать пищу, там, как бы, заменяющие мясо, там, всё это. И атмосферное давление увеличивается, увеличивается температура воздуха. И ещё, вот, у человека есть волосы, да? Волосы, они, как бы, из-за энергии, как бы, стимулируют кровь, и человек начинает жить вечно. То есть, получается, она, как бы, всё это, все эти знания о Егове, они разрушают две основы всех религий. Да? То есть, человек будет жить вечно, и земля будет раем. религия говорит, что рай на небе, и человек умирает. Умирает, попадает в рай, да? То есть, все религии говорят нам, что мы будем умирать, тогда попадём в рай. А знание о Егове говорит о том, что земля будет раем, и что человек не будет умирать. Ну, человек не будет умирать от старости. и человек, вот... он делать. вóg召 건데